Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский ЦСК ВВС намеревается играть в высшей хоккейной лиге как фарм-клуб Тольяттинской Лады. В Самаре стартовал международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги». В Рощинском определились победители этапа чемпионата России по мотогонкам. В поселке Рощинский два дня проходили гонки этапа чемпионата страны и первенства Самарской области по мотокроссу. На старт вышли почти 70 гонщиков из Самары, Тольятти, Сызрани и еще 15 городов России. Юноши гонялись на мотоциклах с объемом двигателя 65 кубических сантиметров, а юниоры, женщины и мужчины выступали на моторах 125 кубиков. Самарский трек с крутыми виражами, высокими трамплинами, резкими спусками и подъемами считается одним из лучших в Поволжье. Выиграл этап чемпионата России вице-чемпион Европы Курбан Хайметов из Балакова. В Самаре проходит традиционный международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Финалисты определятся в субботу в бассейне Политеха во враге подпольщиков. За медали будут плавать более 200 молодых спортсменок России, Казахстана и Германии. Соревнования входят в официальный календарь Европейской лиги плавания. Хоккейная «Лада» до пятницы 5 июня подаст заявку на участие ЦСК ВВС в чемпионате высшей хоккейной лиги. Самарская команда будет выступать как фарм-клуб Тольяттинской. Такой вариант не случайен, все дело в экономии. Три года назад «Лада» заплатила вступительный взнос 10 миллионов рублей в высшую хоккейную лигу. Теперь ЦСК ВВС будет отчислять по 5 миллионов за сезон. При этом речь не идет о слиянии. Клубы останутся самостоятельными спортивными организациями. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.